Мурманский центр помощи семье и детям в этом году открыл новое направление поддержки. Специалисты учреждения в работе с трудными подростками используют метод социально-психологической медиации, когда в причинах семейного конфликта разбирается незаинтересованный человек, способный разложить претензии сторон по полочкам и указать на просчеты. Эксперты и педагоги обсудили все за и против такого принципа работы с детьми на специальной конференции. Семейные конфликты неизбежны, но не всегда их можно решить самостоятельно. При выяснении отношений найти взаимопонимание порой не получается и у взрослых, чего уж говорить о тонких нитях, связывающих подростков и родителей. А ведь ребенок, остро реагирующий на любое давление, может сорваться и придумать способ протеста. Реально психолог как медиатор, третья сторона, которая лично не заинтересована в разрешении конфликта, она помогает двум сторонам, конфликтующим, скажем, родителям и детям, если это мы берем родителей и детям, решить вопрос, посмотреть на эту проблему со стороны. Служба медиации в Центре социальной помощи семье и детям работает с апреля 2016 года. Здесь могут помочь решить конфликт в семье подросток, который поздно приходит домой или, например, не может мирно общаться со сверстниками. Нередко мамы и папы не замечают очевидных причин разногласий и тем более не хотят идти на уступки. Родители были настолько обижены и рассержены поведением ребенка, что не замечали, что просто перегибают в своих воспитательных мерах. Психологи в некоторых отдельных случаях помогают не доводить ситуацию до суда. Есть примеры, когда родители, опустив руки и логично рассудив, что сделано все возможное, принимали решение отказаться от сложного в воспитании чада. В досудебной практике медиация может быть использована, по моему мнению, только если это речь идет о межличностных отношениях. Но если это связано с нарушением закона, и когда виновный уговаривает жертву, мол, давай найдем общий язык, я эту медиацию не приемлю. Пока специалисты Центра лишь дважды применяли новую методику на деле, но в перспективах социально-психологической медиации, активно применяющейся в центральных регионах, у экспертов нет сомнений.